Возможность организации нового автобусного маршрута в обозначенном направлении будет рассмотрена при формировании транспортной сети дачных маршрутов на 2020 год. И таких писем с одной и той же формулировкой у инициативной группы дачников из Березова накопилось из десяток. Незаметно для них аукционы на маршруты в 2020 году были проведены, и направление на Березово в них не значилось, поэтому битва за маршрут продолжается. За тот год мы шесть раз были на приеме у главы администрации. Отписки пишутся, прямо отписки пишутся, что в конце года будет рассматриваться маршруты, мы рассмотрим, мы включим, мы изменим. Новый год прошел, мы опять звоним, опять сходил инициативные группы и 5 февраля и 21-го уже на комиссии по безопасности движения, зачем, если нет маршрута, зачем туда приглашали. Проблема возникла в прошлом году. В апреле 2019-го вдруг дачники узнали, что перевозчику оказывается невыгодно возить их в Березово за 50 рублей с человека. К Соловьеву мы озвучили тему, что нас водит обычный бомбило, без всякого договора. Он типа, я разберусь с ним, но дело не в этом, он даже не имел договор с нашим правлением. Я говорю, а если что-то случится, кто понесет ответственность? Типа, ну мы ладно, его уберем. Вы вообще останетесь в середине июля вообще без автобуса. Мы решим эту проблему ради Бога. То есть обещание, обещание, обещание. Мало того, что частник стал ездить до дач всего три раза в неделю, так и количество маршрутов в день сократилось. В 8 часов утра вез туда, а в 8 вечера забирал обратно. Из-за такого графика многие дачники стали искать попутчиков, чтобы уехать домой, когда им необходимо. Иногда перевозчик и вовсе не выходил на маршрут. Считали нас по головам, это около колоска. 19, выходите, я не поеду. Народ стоял еще на седьмом, на пол седьмого. То есть ему нужна была загруженность 20 человек здесь, около колоска. Мы час сидели в этом автобусе, он нас, мягко говоря, всяко-разно оскорблял. Пока я сказала, что не вызову полицию и просьба нас здесь не оскорблять за наши же деньги, все равно выходили из автобуса, шли домой. Кстати, дачников в Березово немало. Обрабатываются почти 700 участков, но другая часть брошенная, из-за того, что люди не могут добраться до своих дач. Одна бабушка у нас ездила на автобусе, на романтике, до своей дачи ей 5 километров, она шла час. До моей мне будет 7, я пройду полтора часа налегке, с ведром я оттуда не дойду. А ведь до дач от города всего-то 19 километров по хорошей дороге. И если едут в одну сторону даже 20 человек по 50 рублей за билет, то это 1000 рублей за рейс в одну сторону. Неужели это не выгодно? В четверг было управление, и председатель докладывает, маршрута не будет, потому что это невозможно, это убыточно. Кому невозможно? Вы проведите администрацию конкурсную в рамках закона. У нас есть федеральный закон о товариществе, есть статья 26, где сказано, что орган власти должен оказывать содействие, потому что дачные садоводческие товарищества – это социально значимое направление, где каждая семья обеспечивает свою семью, как говорится, продуктами, качественными продуктами. Активные дачники не хотят бросать свои участки, поэтому продолжают писать письма и ходить на приемы в администрацию Балаковского района. Мы уже три варианта предложили нашей власти в письменном виде, а ответ как будто в никуда. Поэтому мы, дачники, написали письмо на уровень Володина Вячеслава Викторовича, на уровень Радаева Валерия Васильевича. Мы надеемся, хоть та власть поможет нам. И еще очередное письмо написали опять Соловьеву. Маршрут до Березова пролегает через Атон, Натальи, на новый поселок многодетных. И если бы он был регулярным, то им пользовались бы не только дачники. Но автобус, скорее всего, опять будет ходить через раз, когда водителю вздумается. А потому садоводы-огородники вновь активизировались передачным сезоном. И надеются, что обращения к губернатору и вице-спикеру Госдумы им помогут.